За электроэнергию и капитальный ремонт платить будем по разным квитанциям. Об этом сегодня заявили представители Красноярска Энергосбыта. Связано это с тем, что прокуратура Красноярского края выявила нарушение в реализации программы. Напомню, с декабря жители региона начали получать квитанции, в которых были объединены два вида услуг. Электроэнергия и капитальный ремонт. По договору между Энергосбытом и фондом регионального оператора, любой поступивший платеж делился между ними пропорционально. А это значит, что не платя за капремонт, абонент автоматически становился должником за свет. Так как Энергосбыт часть средств все равно перечисляет региональному оператору. Однако правоохранительные органы установили, что подобная схема в законе не предусмотрена. Поэтому, чтобы не нарушать закон, было принято решение разделить два счета. Также прокуратура запретила Красноярскому Энергосбыту отключать свет тем, кто не сможет заплатить за капитальный ремонт. А с должниками будут бороться другими методами – начислять проценты и лишать субсидий. Также специалисты сегодня напомнили, как рассчитываться в терминале по этим квитанциям. Для того, чтобы заплатить за наши виды услуг, электроэнергию и все прочие, которые собираем коммунальные, необходимо ввести 12-значный номер, начинающийся на единицу. На некоторых территориях это двойка или четверка, там, где еще жилищно-коммунальные услуги. Но большая часть – это единица. Для того, чтобы заплатить капитальный ремонт, необходимо ввести 12-значный номер, но начинающийся на пятерку. Капитальный ремонт на всех территориях только пятерка. Продолжение следует...